Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь мне бы хотелось сказать то, что затрагивается вопрос Бога, вот, а психология отношения к Богу не имеет, психология является наукой, наукой светской, поэтому, как бы, обсуждение и, как бы, реализация тех вопросов, которые вы поднимаете в своем тексте, это больше, наверное, про действительно религию, и вам бы, соответственно, как-то переадресовать свой вопрос в раздел религии. Наверное, там люди верующие и люди, имеющие богословское образование, если я правильно понимаю это. То есть люди, которые закончили семинарию, опять же, если я правильно понимаю, о чем идет речь, могли бы вам ответить более корректно. Это первое. Один человек в соцсети, в сторис, задал вопрос. Если мы с Богом, то и Бог с нами. Если с нами Бог, чего боимся мы? Смысл был такой, наверное, что если Бог с нами, то нам, в принципе-то, нечего бояться, логика была понятна. Но я подумал, что, несмотря на то, что мы все с Богом, у нас все равно есть страхи, и подумал, чего же боятся люди. Я поразмыслила и пришла к выводу, что все люди по факту боятся быть нелюбимыми. Мы делаем себя красивыми, хотим быть хорошим, хорошим сотрудником, хорошей женой, хорошей мамой и т.д. Чтобы нас любили. Люди хотят быть богатыми, потому что боятся быть бедными, потому что их никто не полюбит. Хотят быть красивыми, успешными, потому что они красивы и успешны, и их любят. Наверное, раз я это говорю, значит, и ко мне это относится. Но посмотреть Инстаграм людей, люди переделывают себя, покупают тачки для чего? Похвалиться, чтобы их признали и любили. Это многих касается, это я и написал своему собеседнику. Все хотят любви и боятся быть нелюбимыми в глубине души. Но что собеседник мне написал? Добрый день, да, все эти страхи и вопросы возникают именно тогда, когда человек живет без бога. Конечно, так когда я получил сообщение, я была растерян, но мне показалось, что для меня только что назвали безбожным. Ну, не напрямую, а так, скрыто. За то, что я открыл человеку свою душу. Разве человек, который хочет быть красивым и успешным, и боится быть нелюбимым, обязательно живет без бога? Тот, кто с богом, ходит только в лохмотьях, и ему все равно на все? Вопрос риторический. Тем не менее, я попытался гладить ситуацию, ответил собеседнику, думал, мне интересно его мнение, спросил, а ты считаешь, что если бог с нами, у нас нет страхов, страхи есть только у тех, кто живет без бога? Написал, что надеюсь, что ты нормально относишься к моим словам, так как тема сложная для обсуждения, что у нас могут быть разные точки зрения, я уважаю твою, на что человек прочитал и даже не ответил. Наверное, благодаря этому тому сообщению, посчитал меня безбожной девкой, которая хочет богатства, успеха и далека от бога. Разочаровалась, типа. Я уже 300 раз пожалела, что начала эту тему с девушкой, потому что мы почти не знакомы, а тут такая тема серьезная, очень хотелось с ней подружиться, но сейчас, видимо, дальше диалога не случится, даже если у нас разные мысли, она могла быть мягче. Я была готова принять ее точку зрения, все сгладить и даже прислушаться. Она даже не удосужилась мне что-то объяснить. Самое главное, что человек, наверное, сделал вывод про меня абсолютно не такой, какой я есть. Вот и поговорили, блин. А может, мы просто про нас не говорили? Что скажете? Рассудите, пожалуйста. Ну, если честно, я с трудом здесь понимаю, о чем говорить и что именно рассуждать. То есть вы как будто бы хотите, чтобы мы показали вам, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, но правых и виноватых-то нет. На мой взгляд, у вас есть свои проблемы и у девушки этой хитой есть свои проблемы тоже. И, на мой взгляд, вы обе используете Бога, чтобы как-то решить свои трудности. А, например, вы решили, что все люди боятся быть нелюбимыми. Ну, действительно, есть люди, которые боятся, что их не любят, но это не единственный страх. Скорее, зачастую страх быть одиноким, страх остаться одному. Человек по логике вещей, по одному ему понятной логике вещей, привязывает любовь к одиночеству. То есть, чтобы мне не быть одиноким, мне нужно, чтобы меня любили, и, соответственно, делать для этого то, что вы, в общем и целом, это описали. Только момент заключается в том, что, во-первых, далеко не все люди связывают одиночество и любовь, то есть не все люди, которые боятся одиночества, хотят, чтобы их любили, это первое. И второе, ну, далеко не все люди хотят богатства, меняют тачку и хотят быть красивыми, богатыми, умными, успешными для того, чтобы их любили. Кто-то действительно хочет добиться успеха, кто-то действительно хочет богатства, кто-то действительно хочет себя переделать. Такие люди есть. Поэтому меня несколько смущает то, что вы обобщаете очень сильно. По поводу того, что, почему девочка ответила и прочитала, не ответила, да потому что, как я уже сказал, и у нее, и у вас есть свои проблемы. У этой девочки есть проблемы, она во всех видях безбойных людей. Вот, что, скорее всего, является проекцией, то есть переносом ее собственного восприятия на других людей. А у вас проблема того, что вы болезненно реагируете на отвержение и, в общем-то, у вас есть определенные ожидания от других людей. То есть вы чего-то ждете от людей. Вот. Ну и как бы стараться подружиться в интернете, сразу начиная общаться на такие серьезные темы, ну, на мой взгляд, не лучшее решение, на мой взгляд, не лучшая идея, потому что очень легко человека, вот как вы сами сказали, разочаровать. Только момент в том, что вам это почему-то болезненно. То есть вам болезненно, что вот она не прочитала ваше сообщение. И вы как бы говорите о том, да, вот права ли я и что такого я написал. На мой взгляд, это вопрос неуверенности в себе, сомнения в себе и так далее. То есть вы, если говорите, что вы боитесь быть нелюбимой, так имеет смысл поработать со своей самооценкой, со своими страхами, вот, и заняться личностным ростом, а не как бы стараться путем каких-то дискуссий в этом смысле что-то для себя понять. Потому что, на мой взгляд, проблем находится в вас. То есть вы как-то вот в Боге пытаетесь найти какие-то ответы, помучающие вас вопросом. Но если у вас такие вопросы есть, если вы считаете, что их нужно решать, если вы считаете, что их нужно решать с помощью Бога, то вам, наверное, нужно обратиться было бы к священнику, в первую очередь, чтобы ему эти вопросы задать, священник бы вам ответил. В интернете же люди часто религию используют в общем и целом как некую такую догму, то есть как, ну, оправдание, руководство, потворство фанатизму. То есть это больше про фанатизм. И вот девушки это отдает именно фанатизм, отдает религиозным фанатизмам. Поэтому, может быть, даже вы и хорошо, что с ней не подружились. Другой вопрос, что, вероятно, вы чувствуете себя одинокой. А одиночество, из которого проистекает страх, что меня не будут любить, связано с непринятием себя. То есть вы что-то в себе не принимаете. Вы, не принимая что-то в себе, стараетесь компенсировать это Богом и какими-то вопросами, касающимися Бога и так далее. Говорили вы про одно и то же, только оппозиции у вас диаметрально противоположны. И повторюсь, что девочке явно имеет место быть фанатично... Фанатичная такая история, фанатичный такой подход к религии, что исключает какое-либо взаимодействие, взаимодействие с ней адекватное. Вот, как-то так, на самом деле. Я думаю, что вам стоило бы получше изучить себя, получше изучить природу ваших переживаний, то, что вас тревожит. Вот, поработать, может быть, с психологом, если вы выступаете, ну, если вам близко светская позиция, не включающая в себя Бога, или со священником, если вы оперируете темой божественности. В этом ничего плохого нет. Такая вот история. Я уже говорил и повторю на всякий случай еще, чтобы было понятно. Речь не о том, что кто-то неправ. Речь о том, что слишком разная точка зрения, слишком разное восприятие. Речь о том, что девушка настроена, очевидно, категорично чересчур. Тогда как вы, по-видимому, действительно более мягкие. То есть вы более гибкие, у вас более гибкая психика, в данном случае. Вот. Конечно, как психолога, меня интересовал бы вопрос, как, в принципе, вы приходите вот к этой вот, ну, к этим мыслям по поводу того, да, чего боятся люди и так далее. То есть, как бы, такая вот история. И, на мой взгляд, я не знаю, как вы к этому относитесь, на мой взгляд, человеке есть Бог. Бог живёт в каждом из нас. Неважно, как мы это называем, Богом, Атманом, Брахманом, энергии, кто угодно, в зависимости от религии, может назвать по-разному, но это живёт в нас. И это, то, что живёт в нас, это наше переживание. Вот то, что мы чувствуем, то, что мы ощущаем, наши чувства, то, как мы встречаем что-то, это есть только у людей. У животных такого нет. И мне кажется, что в этом смысле, если человек и может почувствовать Бога, то он его чувствует так. А когда он отдаётся своему переживанию, когда он позволяет своему переживанию быть, стечь, когда он наблюдает за ним, когда он и есть это переживание. А если говорить как-то, может быть, ещё более глубоко, то это присутствие с другим человеком. Вот присутствие, когда я присутствую в общении с другим человеком, когда я откликаюсь на его чувства, когда я чувствую его жизнь, которую он касается меня, и когда я касаюсь своей жизнью ответом, мне кажется, что в этом и живёт Бог. Ну, это я говорю вашими словами, чтобы вам было понятно, но я называю это по-другому. Чувствуется, что вы ищите, ищите, конечно, чувствуется, что вам не хватает какой-то внутренней опоры. Вот. И скажу, наверное, такую не очень приятную вещь, но, по моему мнению, Бог не может служить опорой. То есть, религия, вера не может служить опорой. Вера может служить для того, чтобы человеку было легче преодолевать какие-то вызовы, какие-то препятствия, но никак не может служить опорой. Почему? Потому что вера, принятие что-то на веру означает слепоту. слепота это историк градуски про игнорирование своих чувств. Ну вот, поэтому вера как опора, на мой взгляд, быть не может. Но это мое мнение в данном случае. Я надеюсь, что пищу для размышления я вам какую-то дал. желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обращайтесь. Спасибо за субтитры.